Приветствую вас, Елена. Я, конечно, очень сочувствовал вам, вашей ситуации, в которой вы оказались. Ситуация на самом деле может казаться очень безвыгранной, вот, когда и закон не на вашей стороне, по сути, да, и когда вы оказались в таком уязвимом достаточно положении, вот, но, тем не менее, поскольку вы обращаетесь за помощью, я думаю, что вы чего-то хотите, я имею ввиду чего-то хотите, вы, в первую очередь, от нас, от чего-то хотите, от психолога, я полагаю, да, и, соответственно, я думаю, что те чувства, которые у вас были, это чувство обиды, это боли, ну, чувство боли, это ощущение того, наверное, что вы в предвыходном положении, и вообще, говоря, вопрос такой, что делать, что делать, что делать, выходить в тупик. Мы имеем здесь дело с обидой и болью, мы имеем дело здесь с фактом клеветы, вот, а что касается факта клеветы, то это вопрос очень такой, я бы сказал, морально обусловленный, вот, и, соответственно, очень тонкий, деликатный вопрос. В то же время клевета возникает тогда, когда мало информации о человеке. То есть, когда получается, например, изменить то, как нам осмотрят люди, когда получается изменить их мнение о вас, тогда, когда, например, нет достаточно информации другой. Это первый момент, и второй момент, это когда у людей в какой-то степени не устойчивое восприятие вас. То есть люди, но вы не готовы поверить во что угодно. Поэтому вам здесь нужна чёткая позиция по вопросу клеветы, вот, вам нужна чёткая позиция, и вам нужна упорство, потому что, да, у нас, мягко говоря, слабая защита, правовая защита. От подобных вопросов, вот, подобных моментов, и вам нужна упорство, чтобы этим заниматься. И, чтобы отстоять за своё добре. Вот. Поэтому здесь очень важно, как мне кажется, обратиться к людям, которые вас любят, вот, к людям, которые вас поддерживают, вот, люди, которые могут вас обнять, люди, которые могут дать вам, вот, ту поддержку, которая вам нужна. Вот. Соответственно, без этих людей, ну, вам объективно будет сложно справляться, вот, и вам очень важно чувствовать, что вы не одна. Очень важно чувствовать и ощущать, что вам рядом есть люди, которые, вот, рядом, которые вас поддерживают, которые вас понимают. Поэтому я бы здесь смотрел в сторону того, чтобы озабочиться поиском таких людей. Либо заручиться поддержкой таких людей. Вот. Конечно, нужна работа с обидой, обидой, боль, злость, ненависть, возможно, проживать. Это безусловно, чтобы она вас не, ну, чтобы она вас не разрушала изнутри. Вот. Мне кажется, что сейчас происходит что-то подобное. То есть мне кажется, что сейчас краски вас разрушают это чувство изнутри. Вот. Мне кажется, что сейчас оно вас прямо-таки гложет, вот, и прямо-таки живьём вас пожирает. Вот. Я думаю, что вы ещё можете вполне хорошо себя гнобить, себя винить. Вот. За ситуацию, которая произошла, может быть, предполагаю, что вы должны были её предвидеть. Вот. Должны были её предусмотреть и так далее. Вот. То есть это, конечно, тоже отчащает вам ваше положение. Вот. Ещё безусловно есть. Практически наверняка есть чувство стыда. Вот. Я, конечно, не могу утверждать этого наверняка, но, как правило, чувство стыда, оно возникает здесь. И мне кажется, что у вас это чувство стыда тоже есть, соответственно, с ним, а также нужно работать. Вот. Вот. Дальше. Что касается того, что мужчина, как ни в чём не бывало, хочет с вами отношения вновь и пишет вам и так далее, и ничего своими руками не делает, то здесь, мне кажется, вы оперируете какой-то вот справедливостью. Что вы как будто бы, ну, оперируете или ждёте, может быть, какой-то справедливости, что вот будет справедливость, что вот он должен поплатиться за свои действия и так далее. Вот. Мне так кажется. И здесь я, наверное, скажу вот такую, может быть, не очень приятную для вас вещь. И я прошу отнестись к этому максимально корректно, в том смысле, что у меня нет желания как-то вас принижать и объяснить. Да, у меня нет такого желания, но я должен это сказать. Что вот то, о чём вы говорите, вполне похоже. На то, что где-то вы что-то пропустили. Ну, я имею в виду, где-то что-то вы пропустили именно вот в контексте себя. Вот. То есть где-то вот вы пропустили то, как вы хотите призвать человека к ответственности, что в целом-то является, как бы, адекватным желанием. Но как будто бы вы хотите в это вместить что-то большее. на мой взгляд, важно определить. Потому что, ну да, человек, он вот такой, он вот так себя делает чужими руками. Это правда. Это правда. Но что делать вам в такой ситуации? Как быть вам в такой ситуации? В ситуации, которая может казаться безвыходной. Вот. Вот это, мне кажется, то, на что вам нужно обратить внимание. Да? То есть больше внимания, энергии на себя и меньше этому человеку. Хотя я понимаю, что это может быть для вас сложно. Я понимаю, что для вас это может быть невозможно даже. Но, тем не менее, это тот путь, с которого вы начнете исцеляться. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, начнете исцеляться. Понимаете, да? Понятно, что не сразу, может быть сложно, не сразу. Но вот постепенно вполне это, мне кажется, станет для вас важно. Конечно, для этого ему придется пройти определенный путь. Также, мне кажется, что здесь хорошим решением было бы увидеть ситуацию более глобально и посмотреть на то, как вы оказались в этой ситуации. Потому что, ну, я не думаю, что все это произошло случайно. Может быть, так легче и проще думать, что вот так вот, что вы оказались в такой ситуации совершенно случайно. Но тогда получается, что от вас не зависит ничего, и вы просто жертву. Но вот это очень болезненно. Это едва ли не так болезненно, как вот то, что вы сейчас чувствуете. Вот, хотя, понятное дело, что вы можете сказать, что, допустим, я не представляю, что вы чувствуете, да? Например. Вот. Вот. И вполне вероятно, что в какой-то степени вы будете правильно. Но то, что ощущается из вашего текста, это вот, ну, это такая сдавленная, сдавленная, сдерживаемая, ну, сдерживаемый крик. Я бы так это сказал. Вот. И вполне возможно, что в этом есть что-то система. То есть, вполне возможно, что вы в целом склонны, ну, сдерживать свои чувства. Вот. Вот. Вы в целом склонны быть сдержанны. Вот. Вот. Я бы так сказал бы. И в этом, как мне кажется, нет ничего хорошего. Для вас. Да? Как быть сдержанны и вы пытаетесь, вероятно, сейчас. Вот. Понимаете? Поэтому я бы обратил ваше внимание на такие вещи. Вот. А потом, что касается правовой истории, я думаю, что вы можете обратиться в том числе к нашим юристам. они вас проконсультируют. Вот. Я думаю, что у нас есть, ну, у нас есть хорошие юристы, которые смогут вас проконсультировать, ну, максимально хорошо. Вот. По вашему вопросу. Вот. А в том, что касается психологической истории, в том, что касается психологической составляющей. Вот. Я бы, конечно, обратил бы ваше внимание на вот те вещи, которые, которые, ну, которые озвучил уже. Вот. Понимая, понимая, прекрасно понимая, вот, что возможно вам этого покажется недостаточно, возможно вам покажется недостаточно все что угодно, что сейчас скажем мы. Вот. А я просто предлагаю вам дать себе возможность прошить вот боль, прошить болезненность вашу, да, прошить вашу, ну, вот, кризис, да, 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 то есть вы, по сути, оказались в кризисе. В таком, вот, довольно неприятном, жестком достаточно кризисе. Вот. И мне кажется, мне кажется, что проплакать этот кризис, да, проболеть его очень важно. А я не очень, условно говоря, понял, сделали ли вы это, да, то есть я не очень понял, позволили ли вы, позволили ли вы себе его просить, позволили ли вы себе, ли вы себе его болеть. Вот. Или, вот, как, знаете, как, скала пытаетесь его преодолеть, ну, как бы, сейчас вы, мне кажется, находитесь в такой точке, когда силы уже на исходе. Ну, по крайней мере, вот, исходя из вашего сообщения, да, исходя из вашего текста, я могу сделать такой вывод. Такой вывод, а не выбор, а вывод. Вот. Потому что, все, все, не легких, а, как бы, вопроса, да, вы никакого не задаете. Вот. Из чего, собственно, я и сделал вывод, что вы находитесь уже на неком таком рубеже. Вот. Когда еще чуть-чуть и вы можете сломаться. Вот. Все человек пишет, которого вы их, которого вы ненавидите и так далее. Вот. Вот. Поэтому, а, вам, а, сочувствие. Вот. Вам, а, хочется вас, а, поддержать. Вот. Хочется, а, вам помочь. Вот. Вот. Но, как бы, не совсем понятно, вот, в какую сторону вы сами хотите двигаться. Ну, сами хотите двигаться. Вот. Не совсем просто понятно, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. И, соответственно, уже, вот, а, когда вы, а, например, с психологом в этом разберетесь, я думаю, что вам уже, вам уже будет легче. Вы видите, а, что вас в этой ситуации больше всего, больше всего, а, напрягает, что вас в этой ситуации больше всего задевает и так далее. Вот. Вот. А, вот, наверное, а, такой аспект, а, я хотел бы, а, вам, а, предложить в качестве, ну, такой, обратной связи, возможно, да. Вот. Надеюсь, что вам, вам это будет полезно. А, надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вы, а, получили определенную пищу для размышлений. Вот. Я не ставил для себя какой-то, а, ну, цели, а, охватить, а, вот, всю проблематику, да. Я не ставил, а, цели, а, сразу решить все ваши проблемы. Я думаю, что это невозможно. Вот. Но я хотел, а, просто показать вам, вот, знаете, а, ну, некоторые перспективы, скажем так. Вот. И надеюсь, что эти, а, самые перспективы вы увидите, а, вот, и сможете, а, двигаться, а, с этими перспективами уже вперед. А, сейчас скажу вещь, а, которая может показаться вам чужеродной, вот. Сейчас я, а, скажу вещь, которая, которая может показаться вам странной достаточно, вот. Но, а, больше старайтесь обращать внимание на то, что вам интересно. То есть, мне кажется, что, вот, в определенный момент, да, в определенный момент вы забили то, что, вообще-то говоря, вам интересно. И приключились на эту ситуацию, вот. А ситуация, вне всякого сомнения, важна. Я еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не пытаюсь, а, как-то, значит, обесценить то, что в вашей жизни сейчас происходит, да, ни в коем случае не пытаюсь как-то обесценить. Но, а, вы, мне кажется, что вы, а, вот, а, что называется, забили, да, вы, что называется, забили про себя. Вот. И, мне кажется, что это тоже влияет. Ведь если вы, а, люди, а, которые, ну, видят эту, вот, поручшу, а, ваше честь и достоинство информацию, увидели, в том числе, что вы вообще никак не обращаете на это внимание, что двигает, ну, просто идете по жизни и все, да, абсолютно, ну, может быть, не абсолютно, но, подбавая значение, да, ну, не забывая о себе, то люди быстрее бы сами этого человека стали бы застыкать. Знаете, в чем дело? Вот. Потому что на мой взгляд эм, 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 э, 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 поэтому, э, 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 будет отторжение, но если посмотрите, то возможно увидите в этом возможность для себя наконец-то что-то вот примерно такой ответ я хочу вам дать что вы не одна, что несмотря на то что есть люди вот такие люди как этот товарищ, вот несмотря на это хороших людей больше и вам как раз нужно попытаться на этом шанс, то есть обращать внимание не только на тех кто настроен к вам негативно, но и на тех обращать внимание кто настроен к вам позитивно, вот это люди не всегда более заметны, да то есть это люди которые часто не заметны вообще, может быть, но тем не менее они есть и мне больше хотелось чтобы вы заметили этих людей и подумали ли им вас согреть. вот такой ответ в принципе я мог бы вам предложить, ну сейчас вот с точки зрения психологии, да с точки зрения того что можно сделать для вас сейчас, ну на данный момент, вот то что мы можем для вас сделать на данный момент, вот. вот такой ответ я надеюсь поможет вам лучше себя почувствовать, увидеть суть происходящего, вот и поможет вам увидеть перспективу, который у вас конечно же есть, а из этой ситуации вы вынесете для себя опыт, который сделает вас, который изменит вас, вам только нужно эти изменения, как мне кажется, признать, признать, что они эти изменения, есть, признать, что они эти изменения, ну произошли как или иначе, вот и что ваша жизнь она изменилась, а мы она уже не будет такой как прежде, вот скорее всего не будет, не будет такой как прежде, но она будет другой и в ней будет много чего другого, вот. Я надеюсь на обратную связь ваша, на мой ответ, это может послужить началом вашей работы над собой, вот, началом новых изменений, дан нюня викторая, люди, там, эти этапы, который, по которым, как уверен, сам того dejar, положил этот человек, вот, я надеюсь, что, в этом с вами окажутся, 애 Serbia, те люди, которые вас поддержат. Удачи вам, всего самого доброго.